Воспитанники республиканского центра образования города Каспийска из года в год показывают отличные результаты в конкурсах на республиканских и всероссийских уровнях. Так, ученица 9 класса Роза Кушиева совсем недавно стала обладателем почетного звания «Лектор знаний» на всероссийском конкурсе «Школьная лига лекторов». По словам девочки, узнала она о нем совершенно случайно, листая ленту новостей ВКонтакте, и даже не думала, что все обернется таким образом. Это масштабный конкурс для юных просветителей в возрасте от 14 до 17-18 лет, где каждый может попробовать себя в роли лектора, научиться работать с аудиторией, с экспертами, которые могут попробовать свои ораторские навыки на сцене, публично выступать. Отметим, что на конкурс было подано порядка 5000 заявок, а победителями стали всего 20 человек, среди которых и оказалась Роза. Как рассказывает воспитанница РЦО, проходило состязание в 4 этапа. Первое – видеознакомство, второе – видеособеседование, а остальные испытания участница проходила в Ставрополе и Москве. На третьем этапе в полуфинале в Ставрополе я готовила лекцию про Расула Гамзатова, а именно историю создания журавлей. Также сыграла на флейте для того, чтобы все могли вместе спеть, то есть сплочиться, вся аудитория, старалась работать с аудиторией тоже. В итоге это получилась очень трогательная лекция, многие плакали, потому что создание журавлей связано со многими не очень веселыми историями, с личным горем Расула Гамзатова. Следующая моя лекция на финал уже про русских учителей в Дагестане. Кроме того, Роза Кушиева также оканчивает и музыкальную школу города Каспийска, и в этом поле деятельности она также добивается немалых успехов. Но пока все еще находится в раздумьях, с каким же все же направлением связать свою жизнь. Ну вот я через несколько дней, 25 мая, улетаю в Москву на всероссийский, даже международный конкурс имени Должикова, и буду выступать там на флейте. Мама девочки рассказывает, что стремление учиться и достигать новые научные и творческие вершины у нее с ранних лет. Еще будучи воспитанницей детского сада, она четко знала, что не будет сидеть на месте, а наоборот, будет развиваться в разных направлениях. Ей всегда было интересно познавать новые науки, новые предметы, и даже она помимо школьных предметов, она старалась еще дополнительно получать знания в различных доп. образованиях, на внеурочной деятельности. Сейчас воспитанница активно готовится к государственным экзаменам, а после уже будет принимать участие в различных проектах и конкурсах, а также планирует презентовать свой проект, который полностью будет направлен на развитие культуры в Дагестане. Мне бы хотелось заниматься какими-нибудь проектами в сфере культуры, то есть развивать не только Россию, но и Дагестан. Раньше я думала, что уеду из Дагестана, не вернусь сюда уже, но сейчас почему-то меня привлекает как раз-таки развитие культуры в Дагестане, потому что у нас древняя самобытная культура, которую хотелось бы развивать.